Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Анны Крестителя. Этими словами, как мне известно, Господь подтвердил, что после Богородицы Ан-Предтеча является величайшим святым. Это значит, что если человек с детства станет монахом, как Ануфри Великий, проживет долгую жизнь и каждый день будет самоотверженно всем помогать во имя Господа и искренне молиться, он не будет так велик, как Ян-Предтеча. — Хороший вопрос. Отчасти он рожден, пожалуй, убеждением в том, что на небесах все безоговорочно так же иерархично, как и на Земле. Да, конечно, там есть некоторая иерархия, это бесспорно, но, пожалуй, не с такими четкими границами, как здесь. В Писании говорится, что одна слава Солнцу, другая Луне, третья звезды. И каждая светит настолько, насколько может, и каждому дается по славе его. Тут в вопросе есть небольшая ошибка. Да, церковное предание говорит о том, что ближайший к Господу Божья Матерь. Но Господь не говорит, что после Богородицы Ан-Предтеча является величайшим святым. Вы прямо правильно процитировали, что из больше рожденных женами нет никого, кроме Иоанна Крестителя. Он не упоминает, ну, кроме, кроме, кроме. Это уже вера Церкви. В Писании таких слов не существует. Поведено всех иконах. Справа и слева от Спасителя находятся Христая Богородица и Иоанн Креститель. Назовится да Иисус. Такие иконы, можете видеть их практически в каждом иконостайсе храмовом. И, собственно, на ваш вопрос я уже и ответил. Тот же Ануфрий Великий, Сесой, Пимен, Николай, Иоанн и Ксения Матрона – все они находятся в Царстве Божьем, в той славе, на которую способны вместить. И мы с вами, когда мир этот оставим, тоже не будем где-то территориально в той или иной точке Царства Небесного. Ближе к забору, или ближе к Спасителю, или ближе к Иоанну Крестителю, Иоанну Богослову. Где-то там сдалека, с галерки смотреть на то, что происходит внутри Царства Божьего, с каким-нибудь таким духовным нематериальным биноклем смотреть. О, вижу Архангела Михаила, ух ты, здорово, ну далеко от него нахожусь, на что поделать. И все так мщуриться и всматриваться. Нет, так не будет уже хотя бы только потому, что в Вечности нету этих категорий тварного земного бытия, как время и пространство. Для нас, земных людей, материальных, это все важно и нужно. Мы существуем именно в этих границах, в Вечности этого нету. Поэтому вообще говорить ближе или дальше, справа или слева, вообще на самом деле неуместно. А как? В Вечности, в Благодати Божьей, во Христе, Иисусе Господе нашем, когда всяческое во всем. Он нас и мы в них. Максимально красочно и понятно для человеческого сознания вот это состояние писал Клайв Стейплз-Льюис в своей книге «Хроники Нарнии». В частности, последняя из них «Последняя битва». Если вы прочитаете вот это состояние главных героев этих книг в последней главе, вот, может быть, вы немножко тоже поймете, как это и вглубь, и вширь одновременно. Ну, или «Апокалипсис», в конце концов, почитайте. Недавно вышла книга Вероники Андросовой «Толкование на апокалипсис». Если хотите, можете почитать, посмотреть. Я уже молчу о том, что на портале «Экзегет» собраны всевозможные толкования на эту замечательную книгу, в которой раскрыты тайны будущего века. Так что наша задача, друзья мои, вот, жить так, чтобы быть с Богом. А кто в Боге, тот всегда будет и со святыми. И кто ближе, кто дальше, главное с Богом быть. Уже не будет никакой зависти и в Царстве Божьем, что кто-то ближе, кто-то дальше. То есть эти качества будут к свойственной греховной жизни, а будут просто недоступны. И поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok